Анастасия Павлюченкова Первыми начали забивать гости. За три минуты две шайбы побывали в воротах военных летчиков. Отыграться армейцы смогли еще быстрее две шайбы за две минуты. И весь этот калейдоскоп в первом периоде. Второй отрезок времени получился сухим на голой. Концовка прошла ровно, и счет тоже в итоге получился равным 3-3. Овертайм победителя не выявил, а затянувшиеся до 20 штрафных бросков лотерею выиграла Мордовия. Счет по булитам 1-2. И ЦСК ВВС закрепился на пятом месте в национальном чемпионате. Континентальная хоккейная лига «Лада дома» принимала Рижская «Динамо». Счет в матче открыли гости только в начале второго периода. А за минуту до перерыва «Лада» восстановила равновесие 1-1. Удачно подставил клюшку Василий Стрельцов. В третьем периоде волжане прибавили, но гости перешли в глухую оборону. Овертайм не принес никаких изменений. Все решили после матчевой булиты. Удача была в этот раз на стороне «Динамовцев». «Лада» 14-й на востоке КХЛ. Лидер «Омский авангард». Самарченко Анастасия Павлюченкова выиграла второй матч чемпионата Китая у Элины Светолиной из Украины. 6-4, 1-6, 6-3. Павлюченкова 32-я в мировой классификации. Светолина на 18-м месте. Счет личных встреч соперниц стал 2-0 в пользу самарской спортсменки. За выход в четверть в финал соревнований Павлюченкова поборется с победительницей матча между бразильянкой Телиано Перерой и итальянкой Флавией Пинеттой. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин